Приветствую, друзья! Допустим, встал и голова тяжелая, или голова болит. Ну, допустим, погода поменялась, сезонное обострение, или лежал неудобно, или еще что-то. Ну, тяжелая голова, что надо делать? Берешь просто, кладешь кулак на голову, вот так вот, на затылочную область, вот так вот. И делаешь самомассаж, вот так вот. Я уже как-то показывал, но сейчас скажу больше. Значит, ты делаешь самомассаж, вот так вдоль шеи, от затылка вдоль шеи кулаком, слегка прижимая, без всякого фанатизма, чтобы больно сильно не было, а мягко. Но при этом ты это делаешь и так инстинктивно иногда, иногда вот так делаешь, чтобы немножко размять шею. Ну, в данном случае ты это делаешь. Во-первых, ты говоришь себе, ах, как хорошо, это ты соединяешь вот это напряжение с позитивной эмоцией, это потом тебе поможет. Во-вторых, когда ты это делаешь, прислушайся к ритму дыхания. Вот я дополняю сейчас, тогда упражнение дает больше эффект. Вот, например, прислушиваешься к ритму дыхания, получается, что когда ты собираешься это делать, ты невольно втягиваешь, ты делаешь вдох. Да, когда делаешь, застываешь, а потом выдыхаешь. То есть тебе надо согласовать ритм естественного дыхания в момент производства этого действия, где есть напряжение и расслабление. Подбери собственное. Когда ты делаешь вдох, когда ты напрягаешься и когда ты расслабляешься, подбери, как тебе естественнее и проще, как тебе комфортнее. А в этом самом подборе, когда ты будешь делать то, что ты делал раньше неосознанно, вот так, ах, а теперь делаешь сознательно, ах, и усиливаешь. Тем самым ты инстинктивное защитное действие, которое в жизни тебе помогало, делаешь осознанно, с усилением. Таким образом получается синхронизация действий с твоим естественным текущим состоянием, дающий облегчение, когда голова тяжелая или болит. Вот теперь попробуем. Сделай. А в следующий раз мы сделаем обеими руками. И вообще поразиться, что произойдет. До встречи.